...дне пределов сессии. Сейчас 5.15. И у нас есть отдельная часть нашего семинара, которую я посвящу завершению. И позвольте мне мои собственные комментарии сделать. Последние 10 дней были просто невероятно чудесными. Возможность быть здесь, в России, увидеть два прекрасных города, иметь возможность видеть и разговаривать с Дмитрием и Алисой, возможность преподавать в Санкт-Петербурге и здесь, иметь чудесный русский голос. Я буду до конца своих дней думать об этих 10 днях. Возможность разделить этот опыт с моей спутницей это может быть даже еще более чудесным. Потому что она тоже русская. Позвольте поблагодарить вас за эту честь, что вы пригласили меня и позволили поделиться с вами маленькими фрагментами. И то, над чем мы будем работать дальше, это продолжение обучающих программ и выстраивание дальнейших отношений. Спасибо всем большое. Позвольте поблагодарить нашего переводчика, переводчицу Дарью, за прекрасную работу. Мы все смогли оценить за эти два дня ее замечательные способности, навыки, скилсы. Поблагодарим ее. Если можно, я хотел бы сейчас попросить всех, кто принимал участие в организации, весь наш оргкомитет, выйти сюда, чтобы мы тоже поприветствовали их, поблагодарили. Давайте, ребята, все. Анастасия, Надежда, Анна, Мария. Все-все проходим. Это было большое, не побоюсь этого слова, грандиозное мероприятие, поэтому, конечно, мы делали это большой командой. Мы готовились заранее, задолго, переписывались, встречались, спорили. По поводу гостиницы «Украина» мы спорили полгода. И мы надеемся, что вам понравилось и было хорошо эти два дня, поэтому давайте поблагодарим всю команду. И тогда, воспользовавшись такой привилегией команды, я хотел бы попросить о возможности высказать свои чувства по отношению к Артуру, к этому семинару, начиная с нашего оргкомитета и потом всех, кто захочет сказать свои теплые слова. Три раза, да, как мы узнали за этот семинар. Анна, проходите, пожалуйста, да. Ну, мне посчастливилось посетить еще семинар в Санкт-Петербурге и продолжить здесь, в Москве. То есть впечатление очень огромное. Я тоже буду долго вспоминать. И очень рада, что мне удалось еще поучаствовать в организации, познакомиться с замечательными людьми. Ну, я довольна очень. Спасибо большое, Артур, что вы приехали со своей спутницей к нам в Россию и смогли выступить и в Петербурге, и в Москве. Очень много хороших отзывов уже говорят, говорят, участники оставляют. О том, что очень теплая атмосфера на семинаре. Огромное количество очень веселых и интересных историй. И прекрасная подача такого важного материала. Спасибо вам огромное. Я очень рада, что состоялось такое событие. Я благодарна, что вы приехали к нам. Мне очень ценно то, что в ходе семинара вы щедро делились своими навыками, с нашими наработками. Очень ценно то, что есть видеоматериал. Можно было бы смотреть и смотреть. Я надеюсь, что еще будет у нас возможность поучиться. Спасибо большое. Я очень рада была быть полезной в организации такого торжества психотерапии в Санкт-Петербурге и Москве с участием такого выдающегося специалиста, как Артур Фриман. Я очень благодарна всей нашей команде, при помощи которых все это оказалось возможным именно в таком формате. И как специалист я вынесла для себя очень много полезного и нужного в моей дальнейшей работе. присоединяюсь, я тоже очень благодарна. В первую очередь, хотелось бы сказать спасибо Дмитрию и Алисе, которые были главными зачинателями. Все ассоциации, группе, команде, которая у нас организовалась. И, конечно, семинар был просто блестящим. Огромное спасибо вам, Артур. Это действительно прикосновение к чему-то очень большому, очень вдохновляющее и действительно много всего ценного. И это большая честь для нас, что вы подготовили столько материала и так сильно вложились сами. Спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить вас за очень насыщенный семинар. У меня осталось очень много вопросов. И для меня это показатель того, что эти два дня прошли не зря. Я очень надеюсь, что будет продолжение. И спасибо отдельно. Для меня всегда это очень ценно, когда вы так просто, так легко делитесь. про себя, про свой опыт. И мне кажется, это такая тема, которая очень сближает. И от этого всем очень тепло. И спасибо. Спасибо, дорогие коллеги. Я хочу сказать, что вы соединили в себе лучшие черты еврейского, американского и русского народа. еврейского – это то, что вы рассказывали сегодня про сладость учения. Мы сегодня все поснали вот эту сладость и ощущение, что учение может быть очень сладким. от американского народа. Вы знаете, ассортивность здоровая и отсутствие ложной стыдливости, чему, в общем, нам, русским, надо учиться. Ассортивность и здоровое такое отсутствие стыда там, где нужно показать себя, да, не прятать себя. И, наконец, от русского, вы знаете, я бы так сказала, хлебосольность и щедрость на образовательном, правда, Перу, вот столь щедро делиться своими знаниями. Вот я вам слайды пришлю, я вам это дам, я вам то. Вот это вот вы мне скажите. Вы знаете, вообще-то это большая редкость. И я даже бы очень хотела нашим российским коллегам пожелать быть такими же щедрыми, как когда мы дома принимаем гостей на наших образовательных мероприятиях. В общем, Артур, это огромный урок. Вот эти два дня. И я вам просто безумно благодарна и думаю, что, конечно, надо еще мне поблагодарить наших организаторов. Потому что за праздник надо благодарить тех, кто его организовал. Еще у меня очень добрые ощущения от вашей подруги, потому что мы с ней очень часто встречались глазами, улыбались друг другу. И было ощущение, что мы очень хорошо друг друга понимаем, что русские корни, они вот там в глубине живут. Жалко, что не успели пообщаться. И спасибо, наконец, всем в зале, потому что какое-то ощущение, что мы выросли, ребят. Мы выросли, если взять какое-то количество лет назад. Были умные вопросы. Было ощущение такой, знаете, очень подготовленной, заинтересованной, но просто замечательной аудитории. Поэтому вот я счастлива сегодня. Я счастлива. А можно я поцелую Артура? Спасибо. Продолжение следует... Сейчас скажу, почему. Потому что мы очень часто слышим, что третья волна, mindfulness, схемотерапия, когнитивная терапия не работает с личностными расстройствами, ни одна техника. Я недавно слышала это на конференции. Ни одна техника когнитивной терапии не работает с пациентами с личностными расстройствами. Мы это слышим. Да, но это совершенно не так. И спасибо вам громадное за укрепление нашей идентичности как когнитивных терапевтов, за укрепление нашей веры в мощь когнитивной терапии, за расширение наших возможностей здесь, за энтузиазм. И, конечно, я совершенно поражена видео, которыми мы сегодня увидели. Я буду долго над ними еще думать. Я согласна с тем, что сказала Алла Борисовна, удивительная щедрость доктора Фримена. Ведь более 10 его книг, много книг в открытом доступе. Мы, конечно же, их будем изучать и уже изучаем. Спасибо громадное. Громадное спасибо. Спасибо. Дорогой Артур, встреча с вами стала одним из ярких событий в моей профессиональной жизни. И, наверное, она изменит ее. Четыре дня в Петербурге и в Москве прошли мгновенно. Особо ценно, что те знания, которые передавали вы, они были получены от нескольких поколений психотерапевтов. Начиная с Бека, Элиса, Роршаха. Забыл, волнуюсь. Забыл. С Роршаха. И, конечно, это особо ценно. Харизма ваша впечатлила всех. Знания очень щедрые. Сегодня мы узнали и вчера, что учение может быть сладким. Высочайший профессионализм. И мы, конечно, вам все благодарны за это. Все те, кто присутствуют здесь, наверное, понимают, что за вот эти два дня они стали другими. Произошел профессиональный рост. Мы, ну, по-другому будем оказывать помощь пациентам. И это вклад в здравоохранение России. Здесь много молодых. И я надеюсь, что семинар будет способствовать появлению у них новых идей, новых исследований, новых практик работы, полученных от настоящего мастера. Я хочу, ну, поблагодарить всех, ну, коллег, которые пришли, общение с которыми произошло. Это тоже была, ну, польза, я надеюсь, для всех. Огромный успех семинара не мог бы быть возможным без команды Дмитрия, Алисы, без прекрасной работы переводчика. Спасибо им огромное за это. На семинаре вы сказали, что вы, ну, вернулись в Россию, и у вас выбора нет. Хотя вы, ну, говорите, что он есть, но вы сами сказали, что выбора вы не даете. И поэтому у вас есть шанс вернуться в Россию снова, продолжить то, что вы начали. И я вас искренне благодарю и восхищен вашей работой. Спасибо. Артур, я поражена вашей человечностью, той теплотой и любовью, которая от вас исходит. И моя схема поменялась, культуральная. Я в вашем лице и в лице Рози полюбила американцев, Америку. И у меня прибавилось одной мечтой посетить Нью-Йорк. Спасибо большое. Спасибо, Рози. Спасибо. Вряд ли что-то новое вы сейчас услышите, кроме слов благодарности и невероятной признательности. Не помню, кому принадлежат слова, но хочется на минуточку позаимствовать. Красивым кажется все то, на что смотришь с любовью. Вы невероятно красивый человек, Артур. Надеюсь, вы понимаете, что скрыто в этом послании. Я нахожусь вот уже вторую неделю под большим впечатлением всего того, что происходит. Люблю книги, люблю их читать, люблю их коллекционировать. И что-то мне подсказывает, что вы любите их не только писать и читать, тоже коллекционировать. И хотела бы, если вы позволите, пополнить коллекцию ваших незабываемых впечатлений России одной очень интересной книгой. Она на двух языках, на русском и на английском. Это энциклопедия России, города, люди, традиции. Я думаю, это можно использовать как практическое руководство по работе, самостоятельной работе над фильтрами. Не знаю, какая судьба у этой книги. Может быть, вы с удовольствием ее дадите почитать кому-нибудь еще. Но... Это книга специально для вас из России с любовью. Спасибо вам. Господин Артур, когда вы сказали сначала, что в Бронксе к жиле, у меня кастации такие, как родились. У нас в 90-е годы был такой к боевик, разборка в Бронксе. И было очень интересно узнать, что там многие элиты из психотерапии, из мерок психотерапии, выросли из этого неблагополучного района. По поводу семинара, у меня как бы даже ничего... Не могу я выразить полностью свои впечатления, потому что по количеству информации и по количеству материала, которые я понял, не идет ни в какое сравнение с моим предыдущим опытом посещения специалистов к приезжих. Вот. И отдельное внимание это хотел бы уделить вашему юмору. Американский юмор, он нам часто не очень понятен. Но ваш юмор, он все-таки не американский. Здесь больше ваши русские корни, мне кажется, прослеживаются. Спасибо вам большое. Спасибо. Я позволю себе сделать маленькое нарциссическое выступление. Дмитрий Викторович обещал, что мы все изменимся на этом семинаре. И это произошло. Вы знаете, я тоже иногда слышу голоса. Они говорят мне всякие гадости. Но я смотрел на вас, анализировал. И подумал, вот у Артура живот, и у меня тоже живот. И, наверное, это неплохо. У молодого Артура были тоже очки, и у меня очки. Я тоже средний по рождению ребенок в семье. И у меня тоже есть борода. А еще некоторые думают, что я еврей. И поэтому я теперь слышу приятные голоса, что я на верном пути, и все у меня хорошо. А еще я хочу выразить признательность профессорам, которые присутствуют здесь. Потому что это вдохновляет, потому что некоторые молодые психологи не хотят учиться. Они уже все знают. И когда мы видим, как профессора, которые чего только не выучили за годы своей практики, продолжают искренне учиться и удивляться, получая новые знания, это вдохновляет и побуждает нас профессионально расти дальше. Большое спасибо. Ну, и, конечно, спасибо организаторам. Прежде всего, Дмитрию Викторовичу, я вам покажу. Дорогой Артур и дорогая аудитория, я должна тоже сознаться, что у меня произошел когнитивный диссонанс. Такое модное выражение. Действительно, я увидела, что можно быть очень доступным, щедрым, принимающим, несмотря на то, что ты такой мэтр. Вот для меня это самый высокий авторитет, потому что я вот уже говорила в Питере, что ваша книга перевернула мою профессиональную жизнь, и я очень счастлива этому. И сейчас я еще поняла, что мои какие-то деструктивные схемы, хотя бы говорите, что все связано с тем, как эта схема применяется. Вот я думаю, что какие-то вот эти схемы по-другому начали применяться мной. Да, и я увидела пример, что я могу это и в практике использовать, и для себя применять. Поэтому вот я очень счастлива и встречей в Питере, и встречей в Москве, и встречей с ассоциацией какой-то, с приятной такой командой, которая создает такую атмосферу здесь, не только учебы, проживания, ну, какого-то понимания себя. Я очень благодарна всем присутствующим, очень рада встрече со всеми, с кем я встретилась, кого узнала давно, и кого только узнала. В общем, счастья прибавилось. Спасибо большое. Хай, бро. Шалом. Господин профессор, уважаемый доктор Фримен, ну, действительно, это удовольствие слушать вас и соединять, так сказать, историю и современность, и будущее психотерапии. Да, действительно, проводить линию от Германа Роршаха через Альберта Элиса, Бека, вас и вот к нашим корифеям. Вот я, наконец, увидел наших королев, Холмогоров и Гранян, вживую много слушал. Вот, меня все время удивляло. Я, в общем-то, тоже беженец, но не так, как вы из России, как бы, в Америку, а из психоанализа, то есть я там находился какое-то время, но вот сейчас я здесь, так сказать. И я понял, что это путь многих когнитивных психотерапевтов. Вот, и тем не менее, еще хочу особо отметить, то, вот это действительно, что уже отметили многие, ваш приезд с вашей любимой женщиной. И здесь сказать, что Фрейд рулит. И что слово секс, которое звучало, как бы, вот как раз говорит и подтверждает, что жизнь, она такая вот разнообразная. И это потенциал. Да, и особое спасибо организаторам, да, и Дмитрию, и Алисе, и всей команде, потому что, действительно, такие роскошные условия, пятизвездочные, и возможность поговорить, наконец-то, и спокойно позадавать вопросы без ограничений. Ну, это особое удовольствие. Спасибо. Я тоже хотела сказать слова благодарности. Артур, спасибо большое за те, не знаю, бесценные знания, которые вы нам подарили, и такую красивую метафору по поводу сладости этих знаний. Я могу сказать, что и семинары в Петербурге, и здесь тоже, в которых я присутствовала, они были бесценны, и знания были очень сладкие, с которыми вы с нами делились. И такие важные моменты, которые, одни из которых я для себя поняла, что стены психотерапевта не заканчиваются его кабинетом, и насколько нужно внимательно слушать наших пациентов. Буквально каждое предложение, которое они говорят, что позволяет нам предположить диагноз через несколько минут после начала консультации, это то, над чем, не знаю, мне, например, стоит крепко задуматься. И после семинара в Петербурге я могу сказать, что вот на этой неделе уже что-то я могла, не знаю, практически уже применить. То, что я услышала на прошлых выходных. То, как вы подаете материал, конечно, нельзя это не отметить. С шутками, с самораскрытием. Позволяет как-то убрать границу и немного почувствовать себя ближе к вам. Спасибо вам большое за это. Я чувствую себя абсолютно переполненной знаниями, эмоциями и огромной-огромной благодарностью. Спасибо. Еще хотела тоже сказать, мне очень-очень приятно, что присутствуют наши профессора здесь. Владимир Михайлович, мои учителя, Алла Борисовна, Наталья Георгиевна. Спасибо большое. Тоже абсолютно вызывает большое вдохновение вот видеть своих учителей, которые... Да, 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 да. Я уже... Спасибо большое. Спасибо организаторам, Дмитрия, Алиса, всей команде, которую я еще в Петербурге тоже успела почувствовать ту вашу, не знаю, теплую семейную атмосферу вашей команды. Тоже... Просто приятно рядом даже с вами находиться. Спасибо большое. Спасибо, Артур. Наша страна за последние сто лет прошла очень тяжелый период. И, наверное, в практике каждого часто мы встречаем пациентов без мотивации, без ресурсов и без навыков. И мы знаем, что этому пациенту больше идти некуда. И тогда приходит отчаяние. И вот сегодняшний случай с ветераном из Вьетнама лично меня впечатлил до глубины души, а я человек не очень впечатлительный. И после сегодняшнего дня, я думаю, что даже у самых сложных пациентов, встречаясь с ними, вот того отчаяния, которое у меня было раньше, сейчас не будет. Спасибо. Я с большим удовольствием провел эти два дня и с большой пользой для себя. Мне хотелось бы поблагодарить Дмитрия. Я представляю, что это огромная работа организовать такое мероприятие. Это особый талант. Спасибо. И искренне, потому что я посещаю мероприятия разные, и здесь было очень здорово. Большое спасибо всем, потому что для меня такое присутствие доброжелательных людей одной профессии вместе, задающих вопросы, изучающих, это очень ценно. И большое спасибо, как это, последний, но не последний по значению, спасибо Артуру за то, что он позволил действительно прикоснуться к традиции, к основам. И я с большим удовольствием увезу эти знания далеко-далеко в сибирский город Томск. Поделюсь со своими студентами, поделюсь со своими коллегами, и Россия очень большая, и Москва, Питер, здесь очень много развивается организации, много семинаров проходит. У нас этого очень мало, но я думаю, что такие мероприятия, по крайней мере, меня вдохновляют, и мы тоже что-то похожее будем организовывать. И наверное, спасибо, Артур, вам за то, что лично от меня, за то, что я получал вдохновение на этом семинаре, продолжая двигаться в этом направлении дальше. Спасибо всем, кто здесь был. Очень хорошая атмосфера, очень здорово. Питер по празднику и его празднику. Уважаемый Артур, ваш приезд в Москву, семинар здесь, это поистине историческое событие, и я счастлива принимать участие в нем. Вы для меня огромный пример, и я просто вам хочу сказать огромное спасибо за возможность учиться у вас. Также хочу сказать огромное спасибо переводчику Дарье за то, что вы здесь работали, потому что без вас я много бы не поняла. и огромное спасибо организаторам, потому что без вас ничего не получилось бы. И также большое спасибо аудитории за то, что вы активно работали, задавали вопросы, потому что вы тоже обогатили мои знания. Спасибо. Это тоже член автокомитета, но самый скромный, который не стал в первую очередь хотел бы поговорить о вас, Артур. Вы пересекли океан, чтобы у нас была возможность встретиться с вами, ощутить, пережить все эти эмоции, впитать все эти знания. Это огромный опыт, эмоции переполняют меня, и я думаю, что всех присутствующих в зале. Отдельное огромное спасибо Дмитрию, Алисе, всем, кто участвовал в организации, семинарах, я бы даже сказал, праздника самого настоящего. Я знаю, какие огромные усилия были приложены, чтобы все было на таком высочайшем уровне. И спасибо всем участникам, уважаемой аудитории. замечательные вопросы. Спасибо всем, кто участвовал в интерактивах, было очень интересно и познавательно. Спасибо. Надеюсь, увидимся в скором времени. коллеги, кто еще не успел отреагировать, просим инициировать. Я прихожу из совершенно другого места. Моя мать и ее три сестры, моя тетя, которая преподавала в университете на факультете английского и работала переводчиком. Я могу себе представить, как эти четыре девочки бегали по улицам Москвы. Я никогда не думала, что я когда-нибудь окажусь здесь. И истории моей жизни Санкт-Петербург, Москва, Большой, Мариинский и везде с нами обращались как с королевскими особами. Много лет назад я потеряла мужа и сына. И сегодня я могу смотреть вперед рядом с самым умным, самым прекрасным человеком в мире. И я могу видеть в лице Дмитрия нового сына, русского сына. И еще одну дочь, хотя бы она ни была, самая чудесная пара, которые были настолько добры к нам и так сердечны, и столько любви, и столько смеха было. И я от самого сердца хотела бы поблагодарить вас всех за то, что это сбылось вместе с моим дорогим. Артур, я попрошу вас позвонить Томасу Дауту и сказать, что его читают даже в Сибири, куда ссылают непокорных психологов. Дмитрия и Дмитрия. Потому что, если бы не ваш восторг, которым вы заражали, если бы не все ваши напоминания, я бы, наверное, так и не решилась прийти. Это было восхитительно. Спасибо. Коллеги? Кто еще сдерживает себя? Мы снова хотим есть. Через две недели будет День Отца. Не знаю, празднуете ли вы этот праздник в тот же день. Но у нас есть традиция в моей культуре в День Отца надо посещать кладбище, чтобы отдать честь. Я могу посетить моих двух российских русских дедушек, русских бабушек, моих русских отца и мать. Я могу им всем сказать, я был дома. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги. Коллеги, еще кто? Не успел сломать барьеры? Вам, наверное, на том, что... Ну, хорошо. Я постараюсь тогда подвести некое резюме. Первое, как организатор, я хотел технический еще момент сказать, что нам стоит это запечатлеть еще в групповом формате. Здесь великолепная лестница, и мы можем ее проэксплуатировать по полной программе, чтобы в этом таком блестящем антураже подчеркнуть просто фантастическое событие, которое, я уверен, останется не только в нашем интеллекте, мозгу, но и в нашем сердце. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех, кто смог прийти, всех, кто действительно проникся этой мыслью, идеей, желанием, получил такую мотивацию, потому что странно, что мы не в соседнем зале, где 500 человек или там тысячи человек, и уже прозвучало, что вот профессора сочли важным посетить этот семинар, и странно, что в таком большом городе, как Москва, не у всех хватило этой мотивации, но мы надеемся, что те, кто был, как раз понесут дальше эти знания, эти чувства, эти идеи, потому что, как сказал Владимир Михайлович, это может быть поворотным событием для нашего здравоохранения, не побоимся этих пафосных слов, потому что от модели болезни мы можем перейти к модели выбора, и Артур как раз показал, как это может изменить жизнь людей, причем в достаточно такие обозримые сроки. Поэтому в первую очередь большое спасибо всем, кто пришел за ваш интерес и за ваши чувства, которыми вы делились, даже те, кто не выступил, все равно ваши глаза, ваши активные вопросы подчеркивают, насколько важным для вас была эта встреча. Большое спасибо коллегам, которые помогли осуществить все это мероприятие, действительно достаточно трудоемкое, которое потратило много наших нервов, сна, бессонных скорее ночей, часов, недель, месяцев нашей жизни. Всю материальную часть мы опустим за скобки. Мы знали, зачем мы это делали, мы знали, чего мы хотели. И, конечно, мы получили гораздо больше. Большое спасибо Дарье как прекрасному переводчику. Большое спасибо Рози, действительно, она была таким тоже мотиватором на все наши походы, интересные приключения, которые произошли за эти дни. И, конечно, огромное спасибо Артуру за его смелость поехать в дикую Россию, не побояться встречи с медведями, цыганами, большим количеством водки, боеголовками скрытыми на Красной площади. и, конечно, все, что произошло, это действительно меняет нас. И я, как организатор, то, из-за чего вообще я решился на такие усилия, понимал, что это будет фантастическая встреча, что это будут удивительные открытия, что это будет блестящий семинар, и колоссальная энергия со стороны Артура, его юмор, потому что я уже проникся при личной встрече с Артуром, когда я слушал его в Стокгольме, и гораздо раньше, когда я читал его книги, еще в ручном переводе, отпечатанной на машинке, еще до того, как издательство Питер впервые выпустило его книгу. не мог тогда поверить, что когда-то удастся поговорить с автором, но не только у Газпрома мечты сбываются, благодаря особой личности Артура мы смогли соприкоснуться с такой фигурой, действительно патриархом вне всяких аллюзий или преувеличительных сравнений, это действительно медицинский факт, что это сооснователь и патриарх когнитивно-поведенческой терапии, но главное, мы соприкоснулись с такой колоссальной личностью, с таким широким кругозором, с таким широким открытым сердцем и с таким потрясающим чувством юмора, которое, конечно, растапливает все стены, границы, все формальности, и теперь мы знаем, что у нас есть отец, который вернулся на родину и будет теперь с нами ВКонтакте, и поэтому спасибо огромное, Артур, мы очень признательны, благодарны и очень любим тебя. Вы уже знаете, что мне нравится, когда меня замечают, я еще раз заново предлагаю начать с начала, или я могу вам показать, как я танцевал в большом. Лучше я начну с начала еще раз. я думаю, что на этом стоит остановиться. Спасибо большое. аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...